И здравствуйте, уважаемые, с вами Зигзахедж, это 10 серия приключений в сервере, ну господи, приключений в игрушке, конечно же, в винтаж-сторе. Я на самом деле буквально на секунду включил запись, у меня даже сейчас андорится предыдущая серия. Дело в том, что я нашел цинк, я наконец-то нашел цинк, я должен был с вами поделиться этим замечательным, этой замечательной находкой. Единственное, что я теперь очень надеюсь, что я вот да, не сдохну от голода, потому что у меня все очень грустно с ресурсами. И цинка здесь совсем чуть-чуть, но хоть что-то, 5 штук. Хотя, блин, в принципе, на самом деле, ребятки, если честно, я ищу железо, но никому не говорите. И вновь я ищу железо, в этот раз это гематит, 2,9 промилле, очень даже неплохо, но нашел почему-то титан. Ну ладно, значит, блин, а для того, чтобы копать титан, мне нужна стальная тирка, вы серьезно? Слушайте, ну в таком случае мне нужно здесь просто поставить будет точку и вернуться сюда позже. Ну блин, я надеюсь, что я смогу найти железо, нет? Ребятки, я пока так и не нашел никакого железа, зато нашел вот такую пещерку. И, собственно, здесь, помимо шестеренок, которые я здесь уже активно собираю, ну, в принципе, так, не очень много собрал, одну, да, и наш металлический лом остался. Смотрите, что я здесь нашел. Книга, написана на странном языке, не знаю, что это такое. У нас здесь с вами также есть картина, лесная заря и какой-то резонансный архив, причудливая таверна. Вроде как это у нас с вами местный аналог пластинок. Но это не все, здесь где-то были еще сундуки, я решил включить запись для того, чтобы вам их подемонстрировать. Вот, допустим, смотрите, висмутовый фонарь. Отличная вещь, мы его возьмем в руку. И меха принца, церемониальный наряд принца. И у меня сейчас закончится еда, я чувствую, с нашим замечательным нарядом принца. Куда я его могу надеть? А, вот сюда я его могу надеть, да? Ну, ладно. Окей, в сундуке я его, конечно же, оставлять не буду. Кстати, а его немного развалившийся сундук. Я не знаю, могу ли я его взять, но, наверное, мне это не сильно нужно. И где-то здесь вот, смотрите, что еще было интересное. Давайте мы ее тоже соберем. Люстра. Люстра. Е-е-е, люстра. Древняя люстра. Я могу из нее, наверное, себе что-нибудь сделать. И вроде как на этом все. Но вот там еще люстра есть. Вдруг она мне тоже понадобится. Две люстры. Е-е-е-е. Все, больше-то нету? Больше вроде нету ничего. Вот, я также нашел себе оливина. Некоторое количество, куда-то я его делал. Вот он, 50. Но там, на самом деле, было больше, сильно. Но я скопал 50. И понял, что, наверное, мне хватит. Вот. Но я никак не могу найти железо. Ни в одном уровне. Ни на этом уровне, ни на верхнем уровне. Ну, на нижнем даже не пытался. Потому что и так слишком глубоко мы с вами здесь закапываемся. Вот. Ладно, я сейчас пойду на базу. На самом деле, отойду. Потому что мне нужно скинуть инвентарь и взять себе что-нибудь поесть. И мы с вами увидимся снова. И вот здесь, значит, у нас висит картина. Вот здесь у нас будет висеть первая люстра. Вот здесь у нас будет висеть вторая люстра. Не знаю, на что это будет похоже. Я здесь сделал, собственно, вот такие вот балки. Как кто-то из вас предполагал. Предлагал, предполагал, не знаю. Возможно, можно еще сделать что-то вроде вот таких колонн. Но как-то мне они не особенно нравятся. И, конечно же, у меня нет, есть с собой топор. Вот. Ну, окей. Хорошо, пусть будет. И по секрету, у меня же не просто так свечки оказались в инвентаре. Они выпали вместе с люстрами. Если мы с вами возьмем свечку, мы сможем сюда их натыкивать. Допустим, четыре свечки в эту люстру. И давайте пока три свечки в эту. Потом сделаем четвертую. Сюда четвертую тоже поставим. Хотя я не уверен, что здесь нужно так много освещения. Но кто его знает. Блин, а вот сейчас мне бы хотелось, чтобы наступила ночь. Но почему-то она не наступает, когда нужно. Пока мы здесь с вами, ребятки. Я немножко устал, на самом деле, от поиска железа. Давайте попробуем с вами сделать одну нехорошую вещь. Попробуем отобрать у пчелок мед. Здесь у нас с вами через пять дней будет раение. Здесь у нас, смотрите, вон там, видите, уже желтенько. Означает то, что это можно дело собрать. Ох, сейчас мне... Спасайте меня, мои эти самые чучелы. Рубим. Ей! Срубили. Пчелки. А чё они никто даже на меня... Попытки не сделали полететь. И что, это всё, что у меня получилось? Вот эти вот... А, немножко рогоза, да? И три соты. Всё, что я смог собрать, блин. Ну ладно. Сейчас, по крайней мере, они здесь переселятся. Давайте сделаем ещё одну сопетку. И пока мы с вами ходим, я ещё до сих пор не придумал, куда мне идти эти меха принца, блин. Я хочу себе попробовать сделать вещь под названием... А, как она там называлась там? Манекен. Манекен, 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 наверное, да? Туловище, ноги и голова. Мне его что, собирать надо отдельно? Получается, разрушением... Оно не крафтится, ребятки? Я не могу себе это манекена сделать. Я хотел сделать манекена. И на манекена я хотел повесить эту самую одежду свою. Погодите, а ты кто? А ты пугала. Пугала. Хочешь модную рубашку? Я реально смог, по-моему, нет, на себя. Боюсь на себя. Ой, что я нажал? В. С. Э. С. Е. А. Запутался. Если я разденусь, что будет видно? Ужас какой. Ой. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Вот, значит, сапетка пустая. Пойдем со мной, пустая сапетка. Я тебя... Ой. Я тебя поставлю на место. И я так подумал, что, наверное, хочу я попробовать себе завести какое-нибудь животное. Ну, как животное? Животное, которое я потом убью и съем, естественно. А не такое там, которое домашнее. И, в принципе, у нас с вами еще вот эта вот часть базы, Я думаю, что тоже вполне может быть использовано для чего бы то ни было Потому что здесь у меня ров уже И мне будет, мягко говоря, сложно через него протаскивать, скажем, какого-нибудь козла Поэтому давайте с вами попробуем сделать одну вещь Единственное, что железо действительно мне что-то пока надоело Поэтому мы с вами попробуем от него немножко отвлечься Мне нужно еще таких деревянных заборов Блин, а у меня совсем нету палок, у меня их всего пять Ну давайте сделаем сколько-нибудь И сосновые же, да, у нас заборы, наверное Сосновые заборы А, ну вон, ну столько, наверное, хватит, 19 штук По крайней мере, мне этого хватит на начало Как у нас написано в Вики, что нам с вами нужно делать Учитывая то, что животные здесь, в отличие от Майнкрафта, никоим образом на еду не реагируют Нам с вами придется себе сделать что-то вроде импровизированного загона Вот такого вот, допустим, да, я хочу сделать загона Вот такого загона и вот такого загона И, блин, интересно, что у них здесь глина Я не знаю, будут они это жрать, не будут Глину, наверное, невкусно жрать Ну, в общем, вот, и нужно сюда еще будет сделать как минимум эту одну Закрывалку Калитку Потому что, если я смогу туда привезти какого-нибудь барана Хотелось бы, чтобы я смог из этого барана Точнее, от этого барана еще и убежать Так, а калитка у нас Ай, у меня же нет палок Блин! Так, ребят, я все-таки перенес себе вот сюда этот загончик Сделал его нечетным И, собственно, почему перенес? Для того, чтобы вот отсюда нельзя было в этот загончик запрыгнуть всяким там волкам Надеюсь, что они не умеют перепрыгивать И где-то вот там вот только что был виден какой-то козел Давайте попробуем его спровоцировать Я его буду бить лопатой по морде Я не знаю, если бы это был бы я, меня бы это совершенно точно спровоцировало Блин, это еще и коза Эй, козу я не хочу бить лопатой по морде Давайте ее лучше факелом в попку тыкать Ай, а че я вот не убегаю, вы можете мне сказать? Я же должен тыкнуть и убегать Ну ладно, ой У тебя нормально все? Давай, пойдем, пойдем, пойдем Пойдем, пойдем, пойдем Бежишь? Я тут Эй, хорош спать! Пойдем, еще не все Там отличный загон Во-во-во-во Как хорошо, что я в хорошей броне Пойдем, пойдем, пойдем Будем считать, что мы играемся, да? Иди, 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 сюда, 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 сюда Во-во-во, давай, давай, заходи Заходи В смысле, ты не можешь влезть, что ли? А ты че, толстая? По идее, ты должно было ее спровоцировать Женщины не любят, когда им говорят, что они толстые Эй Пойдем Пойдем Ну пойдем! Ай! Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя А? Да где ты есть опять? Так, ребятки, я дождался утра Во-первых, я все-таки ее сделал четной И здесь сделал двойные двери Двойные двери, по идее, должны помочь проблемой с толстой козой Которая, собственно, вон там лежит Как выяснилось Я ее так ночью и не нашел Коза Я тебя, помнится, факелом тыкал Пойдем Пойдем, 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 пойдем Пойдем, 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 пойдем Бешеная Коза-дереза Полбока луплена Что-то там залуплено Так, закроем И у меня с собой нету Ладно Все? Ну все, 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 отстань Все, не выйдешь? Блин, а что ты меня пинаешь-то? Не пинай меня Так, ладно Я тебе даже факел дал, видишь? Чтобы тебе было тепло Хорош меня пинать Так, пока она здесь развлекается Пойдемте найдем ей мужика Мужика не нашел Но нашел еще одну козу Пойдем Я думаю, что так им будет веселее хотя бы Интересно Смогу довезти или не смогу? И где-то я, по-моему, немножко потерял Так, там от меня волки бегут Не обращайте на них внимания Они хотели мне помешать поймать козу Поэтому, собственно Пришлось с ними немножко пообщаться Она промахнулась, видели? Блин, ее отсюда не очень удобно тащить Ты сообразишь, что тебе нужно сюда, да? За ними следить еще надо, как они бегут Я, на самом деле, не знаю, зачем мне вторая коза Но, действительно, так им, наверное, будет повеселее А, с другой стороны, вдруг с одной что-нибудь случится Тогда у меня будет вторая еще Вдруг я очень захочу есть И мне придется одну из них съесть А? Иди сюда Иди сюда Во, молодец Ать Коза Ну, ты совсем... Ты нормальная? А, ладно, нормальная, сойдет Вон, пусть у вас даже факел тогда стоит Гновась, гновась, устала Решила прямо-таки на этом, на проходе речь Ну и ладно Так, ну, все-таки, бараны будут, нет? Так, найдено Три козы, один баран Вот, пойдем со мной Я тебе обещал лопатой По попке Пойдем 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 Так, козы, вы на него не реагируете Он так, он просто псих Давай-давай-давай-давай Почти добежали Там такие козочки тебя ждут, вообще Эй Хватит жрать, потом пожрешь Пойдем Пойдем Че, больной, что ли? Я что, зря у тебя столько времени Я сейчас с тобой буду противоестественное делать Ты пойдешь со мной или нет? Ладно, стой здесь Я поем пока Ух, че-то я устал Или ты тоже просто бежать устал? Может, тебе пожрать что-нибудь дать? А у меня с собой ничего нету Могу вот тебе на задницу прилепить Хвощовую примочку Хочешь, примочу? А? Слушай, ну ты пойдешь или нет? Слушай, ты че мне с ним делать, а? Во-о-о Неужели свершилось? Вот, отдохнул, видать Травку съел Причава Так Дым-дым-дым-дым Ты здесь? Здесь Заходи, дорогой Заходи, дорогой Во, молодец Ты куда пошла? Эй Во-во-во-во-во-во-во-во-во Ништяк-ништяк-ништяк А-а-а Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Прикольно-то как Да ладно, на самом деле Мне главное, чтобы они просто не разбежались оттуда То, что я там помер от трех От шести рог, да? От трех порог Это не так страшно Надеюсь, что Там все они будут на месте Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Куда ты побежала? Давайте соберем все здесь Давай-давай-давай Заходи Заходи, коза Коза, заходи О, господи Да будешь ты заходить А-а-а Так, ты факелом любишь, я помню Пойдем в факел Да, ну что это такое Во, заходите, заходите обе Так, отлично Как мне теперь отсюда выбраться Да, у меня с собой должна быть Какая-нибудь вот Вот что-нибудь типа того Ать Ать О-о-о Вроде получилось Так, у меня совсем мало здоровья Но ладно Там вон они Лежат и спят Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Да мать вашу Так, ну хорошо У нас с вами есть живность Теперь эту живность нужно как-то кормить Мне для этого нужно большое корыто. Большое корыто. И питаются овцы наши либо травой, либо зерном. Ну, в принципе, у меня вон есть травы приличное количество, 25 штук, да? Мы с вами начнём, наверное, с неё. Они должны какое-то время поесть. Потом от того, что они едят, ребятки, они должны забеременеть. Я не знаю, как это происходит, но в Вике написано именно так. Давайте мы им вот сюда вот поставим, допустим. А что так Криво поставил-то? Да вообще и пофиг. Нате вам. Ешьте, ешьте. Там три порции. Больше не влезает, похоже. Нифига себе, сколько мне туда интересно влезло. Так, у меня с собой есть коса. Одну я, более того, ещё не помню. Я вам, по-моему, не показывал. Я её нашёл где-то в качестве приза. И коса, как мы знаем, все успешно по шесть трав за один, как бы, удар в радиусе 3 на 3 вскапывает. Поэтому сейчас мы с вами туда ещё порции понапихаем. Хотя, в принципе, там три животных, и написано три порции. Но, наверное, можно побольше порции-то сделать. Учитывая то, что травы здесь, вон, целое поле непаханное. Просто ходи по утрам и коси себе сколько надо. Так, я думаю, что пока хорош 59, да? Давайте. О, она съела, она съела, вы видели? Ми-ми-ми. Надьте вам ещё. Пять порций, семь порций. Нифига себе, уже не влазит. Восемь порций, смотрите. Осторожно только. Не-не-не, не обожритесь тут. Так, что мне теперь с ними делать? Давайте, во-первых, соберём то, что здесь у нас есть. Интересно, а вот если я сейчас себе сделаю сток? Вот такой вот. Я из него смогу назад траву сделать? Смогу. Это очень прикольно, ребятки, потому что это ещё один, собственно, способ, как можно здесь сделать посимпатичнее. Типа наши с вами запасы, да? Запасы кормов. Корма, кормы. В принципе, по-моему, получилось вполне себя аутентично. Не знаю, как вам, мне нравится. Так, окей, что у вас здесь, кстати... Да, меня смешали. Что у вас здесь с едой? У вас ещё три порции есть. Можно было, на самом деле, одну скормить. И вот, собственно, сейчас будет первый вопрос. Могу ли я взять прям-таки сток и этот сток запихнуть вам сюда? Блин, запихнул нахрен сток, ещё получил вот это звездюрей. Ну вы твари, ну ладно, я вот вам вот так сделаю. А по сколько пихается? Пихается... Да хватит меня бодать! Пихается по восемь. По восемь пихается, то есть мне в любом случае одного им будет мало давать, да? Вот сейчас у меня десять, по идее сейчас я пихну, останется два. Вот жрать хочешь? Перестань бодаться. Э? Да, осталось два. Действительно, по восемь. Хорошо. Окей, тогда вот этого нам с вами запаса хватит ненадолго. Пойду ещё немножко покажу. Люблю я в ночи, значит, косить траву, которая растёт на глине. И я ещё немножко себе сходил, покопал. Нашёл себе немножко меди, потому что хочу всё-таки сделать себе латунь. Вот вроде так. 60 плюс 40, получается 500 единиц, получается 5 слитков латуни. Давайте сюда ещё докинем в топку немножко угля. Надеюсь, что это всё получится у нас с вами. И зачем мне нужна латунь? Если мы с вами вспомним, для чего мне вообще, в принципе, я латунь хотел получить изначально. Я её хотел получить изначально для вот этого держателя факелов. В принципе, он делается из двух латунных пластинок. То есть, по идее, каждая латунная пластинка, надеюсь, в два слитка латуни. Блин! То есть, у меня получится такая фигня только одна. Вот это, если честно, очень странно. Почему такая вот латунная пластина требует двух слитков? И из двух пластинок делается маленькая вот такая фигня. Но суть в том, что этот латунный держатель факела не позволяет факелу тухнуть. Ну, я думаю, что у нас с вами будет их два. Ну, видимо, у нас с вами он будет один Ну, один так один В любом случае, я хочу повесить этот факел на выход из нашего тоннеля С той стороны Потому что раньше здесь висели два факела как бы симметричные А теперь вот сюда я его повешу, и он здесь всю жизнь будет себе сидеть Единственное, что вот я не знаю, он, наверное, все равно будет тухнуть от погоды Но посмотрим, может быть, мы ему сделаем какую-нибудь красивую шапочку Вот, здесь у меня, в принципе, вот эти вот овцы, которые козы, они готовы к спариванию А баран что-то как-то, по-моему, не особенно готов к спариванию Видимо, нужно ждать какое-то время Но в любом случае, сейчас у меня все расплавится И нам с вами, наверное, придется некоторое время что-нибудь паковать Как тут у нас с вами с ковкой дела обстоят Что у нас здесь вообще? Хватает пока всего? Блин, пока всего хватает И... фух Так, почти все Блин, какой же это геморройный, оказывается, процесс Выковывать вот эти вот здоровые пластины из двух, да? Но, вроде как, у меня теперь появилась одна и появилась вторая Единственное, что ее, наверное, по-хорошему остудить бы надо Давайте это сделаем Хотя... погодите Насколько я помню, их можно использовать в рецептах, не осуждая Не осуждая Оооо, два получается фонаря Ну тогда, ребятки, ладно Тогда это, как бы, можно много чего простить, да? То, что два фонаря получается Но, есть одно маленькое но Я уже здесь, как бы, под один фонарь все приделал, да? И, да, вот здесь вот еще такой страшный черный дом Пока не обращайте на него внимания Он через какое-то время, нифига себе Станет домом гости... домом гостиницы для дрифтеров, судя по всему Давайте вот сюда повесим Держатель для факела и факел Вот только вопрос, все-таки, действительно Будет ли эта штука реагировать на дождь И на снег, на осадки, короче Кстати, в принципе, не помешало бы, наверное, второй факел поставить куда-нибудь Ммм... Ну, здесь он не получается, как-то некрасиво Слушайте, а может быть, не на выходе Может быть, их поставить вот таким образом Условно, раз и два И таким образом мы с вами решим проблему с этой самой, с погодой И, в принципе, это будет симпатично смотреться и симметрично, да? Вроде ничего, вроде нормально Кстати, как у нас здесь наши, эти самые Готовы к спариванию, не готовы к спариванию Готовы к спариванию и... Вы все сожжали! Ёш-моё, вам нужно срочно дать еды какой-то Фига себе они, блин, кушают Ну ладно, мы с вами себе сделали два вот этих факела В принципе, теперь нужно будет заняться выниманием пчелок Выниманием меда из пчелиных сот Который мы с вами получили И сделать себе еще фонарь, который вот у меня в руке стоит Для дома Потому что, если честно, мне все-таки вот эти вот древние люстры, которые сверху лежат Они мне как-то не особо нравятся Поэтому давайте покормим наших животных Они вот здесь пока еще просыпаются, когда мы рядом проходим Ну, не привыкли, да? Шесть штук у нас с вами есть И, да, и, собственно, будем смотреть, чем закончить сегодняшнюю серию Потому что начинает новый проект, который будет, скорее всего, финальным Действительно, я сейчас не хочу Так, соты наши Правый клик По-моему, да, просто Над ведром Мы с вами таким образом выжимаем И здесь у нас с вами чуть-чуть получилось 0,75 литров меда И вот три вот таких штучки, да? Это свеча Дурацкие пластины, блин Целый день кую эти пластины Ну, ладно, у нас с вами появилась еще одна пластина Это хорошо Наконец-то, наверное, можно здесь Надеюсь, положить молоток Она, к сожалению, уже не латунная Она теперь просто оловянная Потому что латунь закончилась Ну, мне на самом деле лень идти еще искать медь Хотя, видимо, придется это делать Кстати, в плане меди У нас с вами осталось Сколько? 108 с фалерита Ну, ладно, это, в принципе, то анимало И, в принципе, даже касатерита немножко осталось То есть, если что Если мы с вами найдем медь Мы себе сможем сделать еще и латуни, бронзу Так, ну это ладно Это как бы все такое Где мой, этот, горный хрусталь? Вот Горный хрусталь нужен в двух экземплярах, по-моему Свечка, которую мы с вами только что сделали Плюс вот эта фигня Это фонарик Фонарь из оловянной бронзы Ей Я что-то так подумал Что фонарь из оловянной бронзы Вполне себе подойдет В то загадочное здание Да? Ммм В это загадочное здание Единственное, что пока здесь нету потолка Поэтому, наверное, раз, два, три, четыре Я себе сделал Давайте сделаем крышу Наверное О, я, кстати, здесь хотел еще сделать одну вещь И потом попробуем присобачить эту штуку к крыше Но я думаю, в принципе, что если вы немножко знаете об игре Вы уже знаете, что это за здание А вот у меня, кстати, даже девять ступенек есть Так даже, наверное, очень удобно будет Или, в принципе, если вы читаете комментарии Вы, скорее всего, тоже знаете, что это за здание Потому что, действительно, как бы К этому все всегда идет Что в Майнкрафте, наверное Хотя нет, в Майнкрафте немножко все-таки не так Что здесь Я, пожалуй, сделаю полноценную лестницу с нижним этажом Потому что, почему бы нет Так, и давайте Вот таким образом будем крыть крышу Сделаем что-то вроде вот такого вот Здание Единственное, что я пока не придумал Какой она должна быть формы Но вот нижний Даже я не могу назвать это этажом Нижний Блин, а у меня закончились эти штуки Серьезно? Это блин Нижняя часть этого здания будет Скорее просто квадратная Нежели какая-то еще А вот как сделать верхнюю часть Я пока не знаю Так, дайте мне секунду Я пойду покопаю Очень странное здание получается Что-то, если честно Я уже не уверен в том Что я его сделал правильно Но посмотрим Так, здесь по центру Совершенно точно должна быть Да, хотя, погодите Нет, наверное, не по центру Отлично ножом пытался сделать эту штуку Срезать Я думаю, что вот здесь Возможно у нас с вами будет дырка Значит Ау, больно Значит, вот этот фонарь мы с вами можем вешать куда угодно Только не сюда В принципе, можем повесить его по центру комнаты Допустим, вот так И он, по идее, должен равномерно ее освещать Нужно будет что-нибудь придумать с окнами У меня есть, в принципе, одна идейка С окнами и с чизлом И, наверное, чтобы хотя бы немножко Как-то это отличалось Я сюда буду делать окна Вот из этой вот штуки Здесь, ребятки, будет не окно На самом деле Это просто такая декоративная вещь Для того, чтобы я Ну, даже, наверное, в принципе Ее можно закрыть Чтобы я подразумевал Какой у меня вход будет важным Ну, в принципе, я думаю Что вы и так знаете Что это такое, да Это, ребятки Будущая наша мельница Для автокузни Для того, чтобы Здесь обрабатывать железо К сожалению, в данный момент Я так и не нашел железо Я очень хотел сегодня этим заняться Ну, посмотрим еще В общем, в итоге И еще одна новость У меня здесь все-таки Бык стал готов Не бык, точнее Как бы баран И поэтому вот у меня здесь есть Беременная овца И, по-моему, вторая 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 тоже беременная овца Бык, собственно, наконец-то Да почему бык-то, блин Баран хренов этот Круглорогой Как он там называется В общем, он все смог Поздравляю тебя, баранчик Баранчик Бумчик-баранчик Ребятки, я, собственно, Обычно такие вещи проматываю Вот здесь что-то меня проперло То, чем я занимаюсь за кадрой Да Я сейчас буду готовить Шесть порций соевых бобов Рагу С соевыми бобами Вот сюда, на самом деле, Можно еще, знаете, что добавить? Мне что-то так кажется Соевых бобов По-моему, они здесь будут Отлично смотреться Мне интересно, получится У меня это сделать или нет И как будет называться блюдо Это будет странновато То есть тут уже, как бы Ать Во! Сытная соевая боба Бобы рагу Украшенная Блин, отцепись Можно тебя отцепить? Открепить Украшенная соевыми бобами А если сюда еще соевых бобов? Обильные соевые бобы Украшенные соевыми бобами Слушайте, здесь себе всяких С огорода Вкусняшек снял Но думаю, что я должен Приготовить вот это Потому что Это должно быть что-то шедевральное Это должен быть мой лучший Этот самый Лучший шедевр Всех поваров Которые есть в округе Включая волков И наших баранов, конечно же Давайте это дело подожжем Ух! Ребятки, зашел я здесь В тестовый мир на пару минут И понял, что мне сейчас В большом количестве понадобится лен И заодно я вам решил показать То, что коса При работе на огороде Очень полезная вещь Кто там говорил, что Не надо использовать косу Вот видите, у меня даже Зик инвентаря внезапно случился Причем как-то реально Внезапно Пойдемте скорее Выкинем всякое барахло Я как-то не надеялся Что это вот так вот будет Если честно Теперь все стало Немножко лучше И вот я как знал То, что освободил Еще немножко место в инвентаре Потому что у меня Выбрался этот самый Соя Ну ладно, в принципе Единственное, что я вот здесь Убираю растущую репу Вот в этом есть минус, да? И она, конечно же, убирается Потому что она репа, зараза Ладно, давайте Вот это вот срежем ножом В принципе, репа мне не сильно нужна Вон там Вон еще есть много, да? Но, тем не менее У нас с вами все собралось Лук, соя, репа Даже вон вырезала В виде нормальных семечек Давайте ее вернем на место Вроде где-то здесь была, да? Не знаю Что-то не посмотрел Ну и пофиг Тут еще есть растущий лук И семена лука Который тоже должен был Расти здесь Так, у нас с вами получилось 15 вот таких льняных волокон Это раз, два, три К сожалению Только вот таких штуки Это, ребятки Мне они нужны для того Чтобы себе сделать паруса Парус Он называется Требуется 4 Вот таких полотна Обычных Каждое полотно Делается по 4, да? Это сколько же мне нужно-то? Оно по одному еще делается? Обалдеть! То есть леном мне нужно Засеять себе просто нафиг Вообще все Так Лен у нас это кто? Это калий Калий Здесь у меня везде Блин, его надо Где мне калий взять? Ай! Ну давайте попробуем Вот здесь вот что-нибудь посадить Видимо все-таки придется Убирать огород И не исключаю Что все-таки придется делать Ваше дурацкое Трех поле Четырех поле Я очень не хотел это делать Этим заниматься извращением Но боюсь, что придется Нас с вами буквально вынуждают Это сделать Опять зик инвентаря Опять зик инвентаря Так прикольно Здесь валяются всякие Эти самые Несобранные штуки Ладно, давайте высадим Где мой лен? Соя Лен Давайте высадим лен Бым, бым, бым Ты тоже лен, что ли? Ты тоже лен? Как так получилось? У меня семь Слушайте, я просто шикарен Так, что нам с вами нужно еще посадить? Вот еще один калий Это соя Ну давайте сою тоже посадим Здесь же тоже калий Тоже калий Раз Два Три Четыре Пять Шесть И что-нибудь еще с калием есть у меня? Морков 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 тоже с калием Морков Морков Туда сажать не буду Морков, морков, морков Блин, я бы на самом деле даже уже задумался об этом трехполе и четырехполе Но я не знаю, где мне делать остальные поля Может, конечно, вот здесь поле сделать Но у меня такой красивый газон Мне так не хочется его тратить Ладно, давайте все это дело сажаю за кадром И, ребятки, что-то у меня сегодня не строится У меня получилось вот это вот В качестве верхушки, да? Но, если честно, мне это не нравится То есть мне очень нравится, что у меня получилось в итоге вот отсюда, да? Если смотреть Прям клево Но вот то место, откуда будет выходить мельница Как-то она странно выглядит Но я надеюсь, что когда здесь будет сама по себе мельница В принципе, никто не заметит вот этого вот куцого верха А мельница у нас здесь с вами, я надеюсь, что будет все-таки в следующей серии И я-то думал, если честно, что вот этим вот замечательным рычажным молотом Можно только перековывать эти самые Железные... Железные шлаки, не знаю, как назвать В железные слитки Оказывается, блин, им можно было автоматизировать все В частности, им можно было автоматизировать, допустим, создание моих этих самых Нет, ну лаверии нельзя, конечно, было сделать А вот, что мы здесь с вами еще много ковали-то Вот этих, допустим, металлических цепей Это можно было дело ставить не руками делать А ставить на угоду молоту И он бы все это дело выковал К сожалению, я об этом не знал Потому что на Вики написано немножко по-другому Но, тем не менее Я на самом деле хочу здесь сделать себе в итоге этот рычажный молот Для того, чтобы, ну, что-нибудь из него еще сделать А найдем мы с вами железо или не найдем Я, на самом деле, не знаю Но его можно использовать и без железа Вот, но на самом деле на этом нам с вами пришла пора прощаться С вами был Zig the Hedge Не забывайте, что сегодня пятница означает то, что завтра мы с вами стримим Винтаж Стори То есть серии в выходные в субботу и воскресенье не будет Вот, но будет стримы на Твиче Ссылочка на Твиче есть в описании к этому видео, если кому-то интересно Я там завтра буду, наверное, все-таки заходить на сервер Ребята там уже неделю играют А я там до сих пор так ни разу и не был Вот, мы там строим замечательную деревню Под названием Лениво Жопинск Поэтому, в принципе, если вам интересно, что там будет происходить Жду вас на Твиче в 16 часов по Москве В субботу и, скорее всего, в воскресенье А вот теперь совершенно точно большое спасибо всем за просмотр Большое спасибо Литариусу А также всем, кто меня финансово поддерживает С вами был Zig the Hedge До новых встреч, как обычно, всем счастливо И пока! Субтитры сделал DimaTorzok